Альма-Матер Илья, сколько можно делать репосты и ставить лайки? Давай я тебе лучше последние новости расскажу. Эти социальные сети отбирают у тебя часть жизни. Не говори ерунды, тут тоже новости есть. Вот смотри, парень из Горок решил создать свою социальную сеть. Представляешь? Да мы же и встретиться с этим молодым последователем Павла Дурова успели. И, между прочим, вживую пообщались, пока ты тут комментарий отписывал. Вживую, слышишь? Нужно вживую с людьми разговаривать. Посмотришь сюжет и, может быть, тогда верну. Многие молодые люди уже не представляют своей жизни без общения в социальных сетях. Пусть на минуточку дозаходим мы в интернет, посмотреть, что нового у друзей, поставить лайк, да и просто ответить на сообщения. Год назад житель города Горки Евгений Павлюков решил создать свою белорусскую социальную сеть. А мы узнали, что получилось из этой амбициозной затеи. 19-летний Женя Павлюков совсем не похож на IT-предпринимателя. Простой, скромный парень. Окончив слабогородские лица и пошел в строители. Внимание СМИ Женя привлек, создав свою социальную сеть. В сети он точка ком. Название навеяла первая белорусская сеть. В сети точка BY, у которой больше миллиона подписчиков. Когда закрылась социальная сеть в сети BY, белорусская была социальная сеть у нас, и я решил, почему бы не открыть свою социальную сеть. Как-то все-таки своя страна должна быть что-то свое. Создать свою социальную сеть несложно, говорит Женя. Компьютерной грамотой парень стал заниматься в 14 лет. По видеоурокам выучил языки программирования, освоил верстку, создал свой сайт. За полгода в его социальные сети зарегистрировались около полутысячи человек. Но многим пришелся не по нраву неудобный дизайн. И Женя создал сайт заново, включив привычные элементы разных популярных сетей. Что-то есть похожее здесь. Вконтакте, есть что-то с одноклассников, с Твиттера, с Фейсбука. Все почти свято в основном. Но что-то есть и свое. Это даже в группах, даже редактировать, добавить себе питомца можно здесь в группах. А еще в белорусской социальной сети есть свой чат и конкурс красоты. Пользователи могут обмениваться симпатиями, а на аватар добавлять эффекты. Как и в других соцсетях, здесь есть музыка, игры и платные возможности. Правда, доход от них пока не покрывает затраты на сервер. Но через пару лет, мечтает Женя, когда подписчиков станет больше миллиона, эта социальная сеть может приносить неплохую прибыль. Почему бы нет? Допустим, другие соцсети тоже начинали с начальных подписчиков, которые вообще были форумами. Я думаю, что через несколько лет у меня тоже будет аудитория. В планах у Жени добавить видеозвонок, доработать смайлы и создать команду разработчиков. В том, что своя социальная сеть стране нужна, парень даже не сомневается. Ведь вскоре после того, как он создал в сети, он вновь заработала и первая белорусская сеть, создатели которой даже предлагали сотрудничество горескому самоучке. Но конкурентам Женя не доверяет, хочет работать на себя. И, возможно, когда-нибудь ему удастся повторить успех Марка Цукерберга и Павла Дурова. Сгиб гитары желтый, ты обнимаешь нежно. Качнется купол неба, большой звездно-снежный. Ты слова пропустила, ничего? Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Эта песня вообще-то хороша под гитару. Ну, что поделать, если сейчас студента, играющего на гитаре, днем с огнем, если еще что-то. Может, ты плохо искала? Эх, может, это студенты уже просто не играют. Вот ты поспрашивай, многие даже не знают, что такое медиатор. Потому что и без медиатора играть можно. Но давай не будем спорить, проведем лучший эксперимент. Многие ли студенты среди случайных прохожих смогут сыграть хоть что-то на гитаре? Ну, хорошо, только если я была права с тебя... Мороженое. Можешь собираться в магазин. Я люблю. Пломбир. Век смартфонов, mp3 и флеш-плееров современные студенты все чаще слушают музыку через наушники. А ведь еще лет 30 назад все девчонки плотной стайки собирались около студента, умеющего с душой вдарить по струнам. А вот может ли нынешнее поколение сыграть на гитаре так, чтобы душа развернулась, узнаем в ходе нашего эксперимента. А поможет нам в эксперименте наш гитарист-уличный виртуоз Дмитрий. Дима, топ-3, на твой взгляд, самых популярных и самых простых аккордов, которые можно вообще сыграть и научиться буквально за 5 минут. Самые топовые аккорды это а-м, д-м и е. Они ложатся практически на все песни. Первый палец, второй палец и третий палец под ним же. Под ним же, под ним же. Нет, не сюда. Все не так просто, как казалось. И большим пальцем по всем трону сразу. Отлично. Практически все звучит. А не спеть ли мне песню? Мне кажется, это очень красиво, когда на гитаре играет девушка. А если и поет при этом хорошо, это вообще мой идеал. Да, и парни с гитарой очень круто смотрятся. Намного круче, чем с айфоном каким. Ну, как-то так. Знаете, чем задеть. Душа развернулась, развернула душа. Вспомнил студенческие годы. Ставим пальчики. Вы к нами держали гитару, нет? Держали. Так. И еще раз. И потом и аккордик. То же самое, только смещаясь в астрономию. Астрономию. Нужна ли гитара сегодняшним студентам? Нужна, конечно. Мне кажется, это вообще такая классика, что это нужно всем. Это просто интересно, приятно. У меня есть друзья, которые играют. Играют прекрасно. И это доставляет всегда удовольствие. Пусть там же они делают свои записи. Ну, давайте попробуем. Пробовать не грех. Конечно, не грех. Как вас зовут? Станислав. И еще раз. Более уверенно. Это гитара. Вы говорите, музыка вам не интересна. И в наушниках вы не слушаете музыку, нет? А какие у вас интересны? Деньги. Баскетбол. Паркур. Шестой струны сверху вниз. Дима. Итак, у нас сегодня Могилевская фиеста трио фактически получается. Сейчас, сейчас. А я все чаще замечаю, как будто меня кто-то подменил. Вниз. Вниз. Вышать. Вниз. Вышать. Давай. А что, на вас, для вас, лучше? Слушать вот просто музыку, вот как сегодняшний день уходит, вот наушники пахли. Или все-таки лучше, вот когда люди вот с гитарой по улице, все. Живая музыка всегда в тебе, я считаю, что в тренде. Парень с гитарой, парень без гитары. Парень с гитарой. Парень с гитарой. Конечно. Это естественно. Парень с гитарой, душа компания. Ну что ж, с полной уверенностью можно сказать, эксперимент завершился удачно. Не у всех получилось, но все попробовали. Сегодня мы можем точно сказать, музыка студентам, гитара студента абсолютно нужна. И научиться играть на гитаре может абсолютно любой человек. Даже я, ваш экспериментатор Павел Савицкий, сегодня, никогда не игравший на гитаре, АМ и ДМ выучил. Дим, вот скажи мне, вот уже как профессиональный музыкант, мне профессиональному музыканту, ты ноты знаешь? А их надо знать? Ты, я вообще не знаю, что такое ноты. Ну и кто-то, кому-то нужны ноты, кому-то не нужны. Ах, давай что-нибудь споем. Холодный ветер с дождем, усилился стократно, все говорит об одном, что нет пути обратно. Я тут прикинула, до начала учебного года осталось, ну, чуть меньше 20 дней. Почему каникулы не могут длиться вечно? Ну ты и нытик, если бы каникулы были круглый год, ты бы забыла все, чем у тебя учили. Вот на меня наезжаешь, а другие, даже получив диплом, не помнят то, чем мы учили в школе. Наша рубрика «Контрольный вопрос» подтверждает, студенты на каникулах думать совсем не хотят. Мозг поставлен в режим ожидания. Поставлен и завис. Надеюсь, не у всех. Это мы сейчас и проверим. Сегодня Альмаматор проверит на прочность студенческую смекалку. Давайте же узнаем, внимательны ли наши студенты во время каникул. Зададим им контрольный вопрос. Как правильно писать и произносить фразу «не вижу белого желтка» или «не вижу белый желток»? Давайте узнаем. Скажите, пожалуйста, а как думаете, как правильно писать и говорить «не вижу белого желтка» или «не вижу белый желток»? Не вижу белый желток. Белого желтка. Белого, наверное. Почему белого? Это чисто интуитивно. Белый желток. Не вижу белый желток. Белый желток. Почему белый? Желтого сломанка. Мой. А вы по падежу или так интуитивно? По падежу. По падежу. Какой падеж? А, падеж нет. Не по падежу. Интуитивно. Белого желтка. Я бы так сказала. А почему? По падежу или интуитивно? Ну, скорее всего, да. Из правил русского языка. Я думаю, не вижу белый желток. Белый. А почему? Не знаю. Белого желтка. А почему? Ну, потому что я лингвист, я знаю. А, вы лингвист. То есть по падежу, да, я так понимаю, ориентировались? Да, да. Какой падеж? Чего, кого. Значит, родительный падеж. Спасибо большое. Не вижу белый желток. Почему? Потому что... Белого желтка. Родительный падеж. Чего, да. Спасибо. Белого желтка. Не вижу... Кого, что? Белого желтка. Желтка. По родительному падежу? Нет, короче. Нет, подождите. Ну, все правильно. Родительный падеж. Кого? Кого? Угу. Хорошо, спасибо. Не вижу желтого желтка. Правильно. Спасибо. Единственное, кто ответил правильно. Подведем итоги нашего контрольного вопроса. Правила русского языка студенты пытаются вспоминать, и это уже хорошо. Но, видимо, на это и ушли все силы, потому что подвох так и никто не заметил. Желток не может быть белый, он желтого цвета. А в следующий раз Альмаматор подготовит для вас новый каверзный вопрос. А с вами была Веста Смирнова, специально для Альмаматор. Вот говорят, голь на выдумку хитра. А я считаю, даже если есть деньги, многие полезные вещи можно сделать просто своими руками из подручных средств. Времени отнимает немного, а на сэкономленное можно купить вкусняшек. Согласен, самым простым вещам можно подарить вторую жизнь, если не лениться, конечно. Хендмейд рулит. Новые секреты в рубрике Лайфхак. Сентябрь стремительно приближается. Вы уже подумали, в чем пойдете на линейку. Я, например, купила себе новые туфли, осталось только их разносить. А вот как сделать это быстро и, главное, безболезненно, смотрите в нашем Лайфхаке. Чтобы разносить новую обувь, мы возьмем теплые носки, саму обувь и немного спиртосодержащей жидкости. Лучше всего использовать антисептик. Намочим те места в носочках, в которых нам нужно разносить туфли. Надеваем носочки и обувь на ноги. И идем гулять по дому. Можно танцевать. Эффект будет еще лучше. Ну а я пошла дефилировать на улицу. Разнашивать так разнашивать. Когда антисептик испарится, можно надевать туфли и идти красоваться. Комфортно и красиво. По-моему, идеальное соотношение я нашла. Теперь пойду придумывать новый Лайфхак. Кстати, я все еще жду ваших идей комфортных и красивых. На этом у нас все. С вами была самая студенческая программа «Альма-Матер». Встретимся ровно через две недели. На «Беларусь-2». Эх, проведите в пользу последние оставшиеся 20 дней каникул. Пока-пока. 20. Лишь 20 беззаботных денечков. А ладно тебе, нытик. Мстительные, бессердечные. Нет, подожди. 20 дней – это почти целый отпуск. Столько времени ты еще на базар на школе успеешь сходить. Нет, ты издеваешься? Да, 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 да. Аня, можешь собираться в магазин. Я люблю опломбить. 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 Опломбишь. Мстительные и бесп... Беспардонные. Школа. Ты издеваешься? Нет, серьезно. Вот это обидно было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова